Друзья, всем большой привет! С вами Ирина. И сегодня хочу вам показать весь свой уход за волосами, за телом, который я приготовила себе на июнь месяц. Очень быстро время летит. Вот уже и весна подходит к концу и начинается летний период. У меня очень много в этот раз будет новинок, потому что очень много продуктов закончилось. И в принципе, даже те новинки, которые я беру, есть те продукты, которые я буду просто добивать. И, соответственно, я предполагаю, что на июле у меня тоже будет кардинально другая уходовая косметичка на месяц. Давайте начнем, как обычно, начнем с вами с средств для ванны. Для ванны я выбрала вот такое средство. Я, честно говоря, даже не знаю, буду я принимать ванну в июне или нет, потому что стоят очень жаркие тенечки, и обычно в жару я не очень хочу лезть в ванну. Мне как-то проще, комфортнее и удобнее принимать душ. Но если вдруг все-таки я решу ванну принять, то я буду пользоваться вот этим кремом-пенкой для ванн с маслом мандарина. Также здесь есть витамин А и Е. И получается аромат у нас здесь мандарина с легким звучанием корицы. Объемчик здесь 500 мл. Покупала я данное средство на Wildberries. Решила поэкспериментировать, решила взять разные пены. То есть, ну, не то, что разные пены, взяла всего две. И вот это из них как раз-таки от Parley. Это казанское производство. Потому что я из раза в раз хвалю именно пены для ванн от Avon. И поймала себя на том, что не пользовалась, практически не пользовалась другими пенами. И в связи с этим решила расширить свой кругозор именно по пенам для ванн. И вот беру вот эту пену. Посмотрим, понравится, не понравится. Пока еще не тестировала, не экспериментировала. Не знаю, какое будет пенообразование. Не знаю, как будет аромат раскрываться непосредственно в воде. Но очень надеюсь, что средство мне понравится. И еще один продукт хочу взять в этот раз. Это соляной жемчуг для ванн. Релакс кофе. Так, будь собой. Аромат цитрусовый заряд. Здесь 170 грамм. Вот таким образом выглядят данные жемчужинки. Немножко цвет передается неправильно. Он более такой персиковый. А на камере почему-то он более желтый. И здесь ужасная крышечка. Тоже заказывала свайлберис. Все, вы видите, прям рассыпалось буквально. Поэтому не буду данный продукт хранить долго в запасах. И если ванну буду принимать, то я постараюсь прям в ближайшее время потратить данный продукт. Я так понимаю, что это что-то среднее между какой-то просто красотой и солью для ванн. Соль для ванн, она очень полезная. Она и тонизирует, и расслабляет, насколько я знаю. Аромат здесь приятный. Но, честно говоря, не такой яркий, как я бы ожидала. Я бы хотела, чтобы аромат был более яркий. Я вот сейчас только поняла, что у меня пена для ванн совпадает с ароматом вот этой соли, вот этого жемчуга. То есть здесь у меня цитрусовый заряд. И, соответственно, в пене для ванн у меня мандаринка. Поэтому, я думаю, идеальное сочетание. Так и буду, наверное, дальше его использовать в парочке. Очень надеюсь, что мне понравится. Но вот, говорю, упаковка, конечно, очень сильно подвела. И нет возможности его хранить в какое-то просто неловкое движении. И все у меня это просто рассыпется. Я случайно вообще наткнулась у кого-то из блогеров на жемчуг для ванн. Даже раньше не слышала, ни у кого не встречала. Но так заинтересовалась этим продуктом. И вот закупила себе один такой пробный вариантчик. Дальше вам покажу гель для душа. У меня с прошлого месяца остается вот такой гель для душа. Это Avon Senses. Гурмэ коллекция. Сладкая мечта называется данный гель. Темный шоколад и кокос. Потрясающий аромат. Кстати, с кокосовым маслом данный гель для душа. Очень его люблю. Я его... Вы знаете, он у меня очень давно уже находится. Я его прям берегу и, наверное, как-то дозирую, что ли, чтобы он у меня не кончился. В этом месяце, в последнем месяце один раз воспользовалась. Опять получила просто неимоверное удовольствие от использования, от этого аромата. Я первый раз подобный аромат в гель для душа чувствую. И никогда больше подобного не встречала. Это просто потрясающий аромат. Аромат вот прям десерта. Это именно шоколад, кокос, вот что-то сладкое, что-то такое приятное. Такое истинное наслаждение я испытываю, когда пользуюсь данным гелем для душа. Дальше еще то, что мне приходит с прошлого месяца, это вот такой гель для душа от Faberlic. Fieric Emotionel. Не знаю, французский, поэтому произнесла как смогла. Парфюмированный гель для душа. Очень классный гель, очень хорошее пенообразование, то есть хорошо мылится, потрясающий аромат, который не теряется при взаимодействии с водой. Очень он мне понравился. С огромным удовольствием его использую. Ну, я так предполагаю, что он у меня в любом случае закончится за июнь месяц, и я с ним распрощаюсь. Но у меня много в запасах гель для душа. Я сейчас пока буду активно очень свои запасы истреблять, а потом уже закупаться какими-то новинками. Хотя, честно говоря, я, ну, как вам сказать, от новинок-то тоже никуда не отхожу. И вот следующий гель, который я беру в использование, как раз-таки последняя новиночка. Я купила его в магазине FixPrice. Купила целых два геля для душа FixPrice и решила первым взять в использование вот этот. Это у нас мегафрукта, аромагель для душа, смягчение и увлажнение. Мега концентрация полезных фруктовых экстрактов в каждой капсуле. Аромат душистой малины спелой личи. Подходит для очень сухой кожи. Он потрясающий на вид. Вы только посмотрите вот эти гранулы, которые находятся внутри. Мне вообще прям создается впечатление, что это как будто бы какие-то засушенные ягодки. Уж настолько они красивые. Сейчас вам поближе покажу. И они прям как будто бы, видите, застыли. Вот в этом геле. Он такой желеобразный. Даже не гелеобразный, а именно как будто желешка. Очень прикольный продукт. Один раз я им уже воспользовалась. Именно пенообразование тоже очень даже хорошее. Я боялась им. Ну, вернее, наверное, я чаще всего сталкиваюсь с продуктами из фикс-прайс. С проблемами, наверное, в этих продуктах. С плохим пенообразованием. Но здесь все замечательно. Потрясающий аромат. Потрясающе мылиться. И с огромным удовольствием буду данный гель для душа использовать. Ну и раз мы с вами уже перешли к гелям для душа. Давайте сразу я вам покажу, что я приготовила для ребенка. Потому что здесь тоже относятся к ванне, получается. И к гелям для душа. Беру вот такую пену для ванн. Это у нас бренд Солнце и Луна. Пена для ванн волшебная. Меняет цвет в воде. Без слез, без СЛС, без парабенов и аромат колы. И здесь кардинально меняет цвет. То есть сама она желтенькая, а в воде становится голубой. Очень хорошая пена. Тоже мне по всем параметрам она понравилась. Покупала я ее тоже в магазине фикс-прайс. И в целом вообще осталась довольна. Поэтому с огромным удовольствием дальше будем ее использовать. И еще одну пену для ванн беру. Но это скорее всего такой уже продукт на добивание. Это Ума. Пена для ванн от Фаберлик. 3 плюс пометочка. Очень красивая, очень яркая упаковочка. И здесь тоже данная пена заявляет, что она меняет цвет. Но у нее цвет, как вам сказать, здесь не видно самой вот этой смены цвета. Потому что она сама вот такого нежного, то ли зеленого, то ли нежно-голубого цвета. И становится она голубой. То есть здесь вот такого именно интереса в смене цвета я не увидела. Как, например, от предыдущего продукта. Потому что там действительно прям желтенький, меняется на голубой. И поэтому я не вижу здесь ничего особенного. Да, пенообразование вроде бы хорошее, достойное. Но повторять вряд ли буду. Потому что, ну, этот продукт прежде всего цеплял как раз-таки вот этой заменой цвета. Но как такового я здесь вот ничего такого особенного не увидела. Поэтому просто добьем. Здесь осталось где-то вот так. Ну, то есть на один разочек эта пена осталась. И уйдет в пустые баночки у меня за июнь. Ну, и также у меня в использовании остается предыдущий продукт по уходу за телом и волосами для ребенка. Это Диликея. Космический шампунь-гели. Гипоаллергенодушка без пробены с ароматом бабл-гам. То есть продукт универсальный. Два в одном. Я его использую и как гель для душа, и как шампунь. Замечательно справляется. Очень-очень вкусно пахнет. И здесь тоже осталось, ну, совсем немножко. Так вот, судя по ощущениям, наверное, вот раза на два, на три. И я думаю, что он мне тоже в пустышки уйдет. Но, в принципе, я уже закупилась вот этой линеечкой. Купила себе шампунь. Вернее, не себе, а сыну. Купила шампунь, купила гель для душа. И, получается, у меня есть чем заменить данный продукт. Но, в целом, я очень довольна. Он был не такой дорогой. Я не помню, сколько я его покупала. По-моему, в Улыбке Радуги брала. Но очень-очень достойный продукт. Никаких раздражений, никаких, ну, в общем, негативных, никаких моментов вот этого геля, вот этого шампуня я не заметила. Так, идем с вами дальше. И следующая категория – это уход за волосами. Я всегда в себе беру минимум две пары шампуня и кондиционера, потому что у меня как раз-таки за месяц практически вот обе до конца заканчивается. Поэтому, как вы предполагаете, у меня полная смена продуктов в этой категории. Первое, что я вам покажу, это продукт из Fixed Price, шампунь из Fixed Price. Care 365. Подходит для всех типов волос. Пептид, протеин-комплекс, экстракт ванили, ароматный бергамот, сочное яблоко, 400 мл. В этом шампунчике он очень симпатичный. У него такая темная пластмассовая упаковочка. Он с дозатором, что очень, опять-таки, удобно. То есть, мне визуально он, честно говоря, очень сильно понравился. Именно по этой причине я взяла. В надежде, что шампунь окажется по качеству очень хороший. Воспользовалась я им один раз. И пока, вот, по крайней мере, на первый раз, что могу сказать, что он очень сильно сушит волосы. Хотя я выбирала для своих волос, то есть восстанавливающие именно выбрала. Там были другие тоже виды. Выбрала восстанавливающие. Я так предполагаю все-таки, что он должен был быть питательным, увлажняющим. Но он очень сильно высушивает волосы. Единственный плюс, который я от него заметила, это то, что волосы мои дольше были чистыми. Ну вот, видимо, за счет каких-то агрессивных ингредиентов, которые входят в состав, которые как раз и сушивают волосы. В общем, пока мое мнение по данному шампуню очень-очень неоднозначное. Как я уже сказала, я воспользовалась им только один раз. Пока не буду, наверное, никуда отдавать. Я обычно такие продукты, которые мне не очень подошли, отдаю в баню к маме. И там очень быстро все заканчивается. Я пока еще с ним поэкспериментирую, поиграюсь, посмотрю. И, ну, посмотрим, в общем. Пока не буду посудить прям его на 100%. И к нему я докупила вот такой бальзамчик. Это та же линейка, то есть все те же составляющие. Тоже 400 мл. Опять-таки, подчеркнула. Очень красиво. Мне нравится, как эта парочка смотрится на полочке в ванной. Бальзамчик тоже оказался слабоват для моих волос. Для моих милированных, поврежденных волос. Но еще расскажу. Шанс я все-таки им дам, этим двум продуктам. Буду ими пользоваться. Наверное, не на ежедневной основе. Как-то буду чередовать как раз с другим шампунем. И все-таки надеюсь, что на мне он сработает хорошо. То есть прям очень неоднозначная парочка. Есть большой плюс в том, что он делает мои волосы более чистыми. То есть дольше они у меня остаются чистыми. И есть большой минус, что нет увлажнения и нет питания от этой парочки. Ну ладно, будем смотреть. И следующий продукт. Следующий шампунь, который я беру в использовании. Это у меня Estelle. Шампунь вида терапии. Линейка называется. Увлажнение и восстановление. Это, кстати, линейка терапии QRX, видимо. Так, что у нас здесь заявлено. Пантенол, бетаин, полисахарид для поврежденных волос. Объемчик здесь 30, 300, вернее 300 миллилитров. Сейчас послушаю по аромату. Кстати, у предыдущей линейки аромат был ванилием. И действительно такой вкусненький аромат мне понравился. Здесь обычная такая косметическая отдушка, которая чаще всего бывает у шампуня. Но в этом ничего ужасного, страшного нет. Она довольно приятная. Я к ней привыкла. И очень надеюсь, что от Estelle, по крайней мере, что мои волосы будут действительно напитанные и увлажненные. Я покупала целый наборчик улыбки радуги. И, соответственно, следующий продукт это у меня бальзамчик. Здесь уже, так, посмотрим, давайте объемчик. 250 миллилитров, немножко поменьше бальзама ополаскивателя. Но очень надеюсь, что мне хватит, что они закончатся одновременно. Здесь нам бальзам уже обещает восстановление питания. И он с бетаином, маслом жужуба и витамином Е. То есть другие составляющие, хотя линейка одна. Но я так думаю, что, видимо, так и должно было быть. По крайней мере, так предусмотрено в этой линейке. И также к наборчику я еще прикупила вот такое средство. Это двухфазный лосьон-спрей. Та же линейка витой терапии. Восстановление питания. С коллагеном, кератином и протеином шелка. Для поврежденных волос. Буду использовать данное средство для облегчения расчесывания волос. Потому что мне это необходимо. Опять-таки, подчеркну полосы милированные, поврежденные, очень быстро спутываются. И после мытья довольно проблематично их расчесать. То есть я, в принципе, не могу их расчесать без, ну, как вам сказать, хорошо расчесать без повреждения. Да, без выдирания волос. Без каких-либо подобных помогающих штук. То есть либо без масла, либо без какого-то спрея. Я его еще не пробовала, не тестировала. Все буду как раз-таки делать вот именно в июне месяце. И это тоже еще не все. То есть я купила себе еще один продукт. Давайте сразу вам тоже его покажу. Это маска для волос. Я ее беру в этот раз одну единственную. Но я думаю, что мне, в принципе... Так, давайте все это подвину. Иначе места не хватает. Я думаю, что мне ее единственное хватит на целый месяц. Точно даже останется. Так как масками я пользуюсь примерно раз или два в неделю. Не на ежедневной основе. И что нам обещает данная масочка? Восстановление питания. Так, тяжело держать. Она такая тяжелая. Так, с пантанолом, бетаином, масло, жужуба. Объемчик давайте посмотрим. 500 мл здесь. Так, давайте я вскрою. Потому что мне самой интересно, какая она по консистенту. Она густая. Да, вот видите, даже на крышечке осталась. Густая, вот такого белого цвета. Аромат приятный. Опять-таки косметический. Такой сладенький. Очень-очень приятный. Ну, обычный, да. Обычный аромат. Ничем таким не выделяется. Возлагаю огромную надежду на маску точно. Я очень надеюсь, что она мне понравится. Что она на мне будет очень хорошо работать. И что я не прогадала с выбором линейки, как минимум. И с выбором бренда тоже. Если вы смотрите мое видео об уходе на месяц, вы знаете, что категория ухода за волосами – это самая многочисленная по составляющим категория. Я беру всегда очень много средств и практически всеми ими пользуюсь. Поэтому не удивляйтесь, сейчас еще будет очень много продуктов, которые я буду использовать в уходе за волосами. Мой такой несменяемый любимчик – это гарнир фрукти с активным концентратом фруктов. СОС. Спасатели волос 10 в 1. Комплексный несмываемый крем. Я его обожаю. И каждый раз, когда пользуюсь, я каждый раз замечаю его работу. Это удивительно, потому что редко такое бывает. И волосы могут привыкать, наверное, к каким-то продуктам. Но здесь есть такой момент, что я его использую не после каждого мытья волос. То есть я чередую уходовые средства. И именно по этой причине наверняка я и чувствую его работу. Классный продукт. Он мои волосы делает визуально даже, я могу сказать, гуще, плотнее. Каждый волос как будто стал намного плотнее. И объем даже другой у волос. Я просто не могу без него жить. И уже не раз говорила, заикалась, вернее, о том, что я буду дальше знакомиться с этой линейкой. Ее все хвалят, именно эту линейку СОС от Гарнир Фруктис. Там есть много продуктов. Есть шампуни, бальзамы, есть сыворотки, насколько я помню. И, ну, просто открытие. Довольно недорогой продукт. С учетом того, что здесь 400 миллилитров. И он такой долгоиграющий. Я, наверное, ему уже полгода пользуюсь. Но, как я уже сказала, не после каждого применения. И, я не знаю, это прям такая моя находка, мое открытие. Причем я помню, когда, по-моему, он, вот, я не знаю, то ли сама покупала, то ли в коробочке красоты он мне достался. И я так очень скептически на него посмотрела и подумала, ну, крем, он, наверное, будет пачкать волосы. Будет эффект каких-то немытых волос. И эффекта от него не будет. Я такая прям, вы знаете, вся расстроилась, наверное, даже, что этот продукт там был. Но я настолько сейчас счастлива, что он мне попался. И, возможно, я бы его сама не купила. Потому что боюсь подобных средств. Боюсь, что они будут как-то, ну, делать, наверное, волосы неопрятными прежде всего. Потому что часто бывает, что если даже лишнего не нанесешь. Да, в принципе, даже не лишнего. Есть такие продукты, которые чуть-чуть нанес. А по ощущениям, как будто волосы и не мыло вовсе. И очень боялась этого эффекта. И, наверное, бы я даже его не приобрела. А так я с ним познакомилась. И безумно этому счастлива. Но буду дальше, не знаю, дальше точно буду знакомиться с этой линейкой. И подобный продукт, как только он у меня закончится, я его точно, наверняка, прям повторю. Потому что это просто находка для моих волос. Потрясающее действие. Следующий продукт. New Tone. Термокератин. Тонирующая маска для волос. Инъекция цвета. В оттенке 861. Светло-русый. Фиолетово-пепельный. Это у нас Estelle. Данный продукт мне посоветовал стилист. Правда, не мой стилист, но тоже парикмахер с опытом работы. Сказал, что чудесная просто маска. Она реально хорошо работает. Но мне в ней больше всего даже нравится не то, как она убирает желтизну, как она тонирует волосы. Мне очень нравится, как мои волосы ощущаются после этой маски. Как будто бы жидкий шелк. Они потрясающе гладкие. Очень-очень приятные по ощущениям, на ощупь. И я безумно ей довольна. У меня сейчас есть другой продукт. Я купила другой продукт уже именно с такой целью, с такой задачей. Но в любом случае, я думаю, что к этой масочке я тоже буду возвращаться. Потому что она мне действительно очень и очень нравится по своим качествам, по тому эффекту, который я от нее вижу. Очень хорошая, очень достойная маска. Здесь, кстати, тоже большой объемчик. Сколько здесь? Здесь 435 миллилитров. Вот такая масочка. Дальше, следующий продукт беру тоже по уходу за волосами, естественно. Это Faberlic Expert. ZD-спрей уход для волос. Подвижная фиксация. Прикорневой объем без утяжеления в течение всего дня. Данное средство я наношу на волосы. Но наношу, честно говоря, только в те моменты, когда я сушу волосы феном. Если волосы у меня сохнут естественным путем, то я данным средством не пользуюсь. Так как от него, в принципе, большого эффекта и нет в таком случае. Но средство хорошее. И, к сожалению, его сняли с производства. Там эту линейку всю обновили. Faberlic Expert. Я не знаю. Возможно, вот этот DD-спрей они как-то просто по-другому назвали. Но я его не могу найти. Если вы знаете, чем заменили подобный продукт. Вернее, не подобный, а этот продукт у Faberlic. Может быть, другое название дали. Дайте, пожалуйста, знать. Потому что там есть какие-то солевые спреи. Еще что-то я там видела. Но именно DD-спреи ухода для волос там нет больше. Это мое огорчение. Потому что данное средство, данная штука действительно работает. Она дает объем. И волосы после нее выглядят просто замечательно. У меня волосы тонкие. Поэтому объем мне нужен всегда. Это прямо проблема моих волос. Поэтому данная штука для меня тоже находка. Но, к сожалению, здесь тоже осталось буквально-буквально чуть-чуть, наверное, по ощущениям. Но, я думаю, раз на пять хватит. Наверное, вот как раз в июне. Баночка у меня тоже подойдет к концу. Что очень жаль. И поэтому я буду ждать ваших отзывов. Если вы знаете, как его переименовали. Если это действительно так. То, пожалуйста, напишите в комментарии. Я буду очень вам благодарна. И сразу же закуплю себе даже парочку, чтобы в запасе лежало. Потому что продукт очень классно работает. Именно по этому направлению. По объему волос. Дальше я беру два масла. Я их брала в прошлом месяце. Но, честно говоря, вы знаете, так и ни разу не воспользовалась. Это масло от Ифраше. Это у нас масло. Масло для восстановления с бобосу, жужуба и макадами. Хорошее масло. Наношу его на корни. От корней до середины волос. Оно очень хорошо работает. И на кончики я уже наношу кокосовое масло. Но еще раз повторюсь, что в прошлом месяце брала в уход. Но ни разу не использовала. Сроки годности у данных продуктов подходят к концу. И их нужно обязательно использовать. Я думаю, что июнь-июль надо прям капитально взяться. Тут, наверное, всего на пару раз осталось. Но процедура очень такая, знаете, длительная. То есть это нужно перед мытьем волос, нанести на волосы. Это тоже занимает время. И чаще всего в душ бежишь так спонтанно. То есть с дачи приехал, например, и сразу в душ пошел. Естественно, забываешь уже про какие-то подобные штуки. Но надеюсь, надеюсь, не забуду. Надеюсь, что я их все-таки добью. Дальше продукт, который проклятый, по-моему, на полочке моей ванны. Это Фиберлик Арисо. Это у нас восстанавливающая сыворотка для всех типов волос. Лотос, которую можно носить как на влажные, так и на сухие волосы. И прям обещают какие-то чудеса чудесные по своему результату. Но я так все время про нее забываю. И в прошлом месяце получилось так же. Я просто напрочь про него забыла. Здесь-то размерчик такой, объемчик небольшой совсем. 30 мл всего. 77-34 код товара. И использовать-то, я думаю, его хватит раз на два, на три. Очень хотела попробовать. Купила именно с этой целью, чтобы с этой линейкой познакомиться. Но вот забываю и все. Я не знаю уже, куда его поставить, куда его положить, чтобы он не попадался на глаза и чтобы я его все-таки использовала. Поэтому по данному средству пока вообще ничего сказать не могу. Не пользовалась, не пробовала. Не знаю даже. Следующий продукт, это моя недавняя покупочка. С Wildberries. Это золотой шелк. Маска пилинг. Генеральная уборка для кожи головы. С AHA, BHA кислотами. И я очень долгое время, нет, не долгое время, ну, так скажем, недавнее время, и продолжительно так пользовалась скрабом для кожи головы, заметила прям реальный рост волос. И решила, что это именно от скраба для головы. И заказала себе три разных, как я думала, скраба. А по факту оказалось, что это вовсе не скраб, а пилинги. То есть все три штуки это пилинги. Но так как я уже их заказала, естественно, я их буду использовать. И вот первое как раз-таки беру в июль месяц. Это вот такую масочку пилинг от золотого шелка. Здесь небольшой объемчик. Так, где здесь объемчик? Вот, нашла. 50 мл всего по консистенции. Давайте посмотрим, потому что я его еще не пробовала. Вот такая вот беленькая, получается, масса по аромату. Какой-то есть аромат, но, честно говоря, даже не пойму, что за аромат. В общем, не знаю. Будем тестировать, будем пробовать. Я очень надеюсь, что мне понравится, что будет такой же эффект. Потому что, ну, от скраба для головы я реально увидела эффект. Здесь же я не знаю, как будет работать, насколько подойдет данная консистенция, наверное, да, вот продукция именно в пилинге, насколько подойдет моим волосам, насколько будет результативно его использование. И последние два средства. Это будет у меня, будут у меня, вернее, маселки вот такие. Первое масло от Мастары. Так, алмазное масло, 7 эффектов. Шикарное средство с потрясающим ароматом. Это уже подарок от моего стилиста, которому я хожу. И она говорила, что некоторые девушки, которые пользуются данным маслом, они даже не используют парфюм. Настолько яркий аромат от волос идет от этого масла. Это масло нужно наносить влажными ручками, чтобы максимально разнести равномерно по волосам. И наносить можно как на сухие, так и на влажные волосы. Я еще пока не пробовала. То есть, вернее, пробовала один раз. Мне мастер наносила непосредственно в салоне после процедуры. Но сама не пробовала. Очень на него надеюсь. И вторая у меня еще есть вот такая вот забывашка от Хаск. Это у нас органовое масло. Так, фокус, ты где? Органовое масло. Объемчик здесь небольшой, 18 мл всего. Но это средство я тоже забываю брать в уход. То есть, я его беру, каждый месяц показываю в уходе на месяц, что я его взяла. Ну, видимо, то, что оно такое маленькое, тоненькое, оно у меня просто заваливается в той корзинке, в которой он находится. И я про него забываю. И вспоминаю о нем только, когда собираю продукты для того, чтобы снять видео. Ох, не знаю я, что с ним делать. Воспользоваться хочется, но боюсь, что он мне просто испортится, закончится срок годности, а я так и забуду про него, так и не воспользуюсь им. Так, категория ухода за волосами подошла к концу. И мы переходим с вами к уходу за телом. Здесь будут разные абсолютно категории. Уход за ручками, за ножками, за телом. И начну я, наверное, с дезодоранта, который я беру. По поводу него, конечно, у меня есть очень много сомнений. Это Soft Touch от Arco. Не содержит парабенов, силиконов и солей. Кстати, как название? Видимо, такое название есть. Soft Touch. И от бренда Arco. Бренд, который делает пены для братья, насколько я помню. Аромат здесь очень приятный. Такой нежненький-нежненький. Было два варианта. Покупала его, кстати, в Светофоре. Обещает нам, ну, по крайней мере, обещает нам 48 часов свежести. Не оставляет белых следов без талька. И что это дезодорант-спрей. Здесь такой довольно большой объемчик. 200 мл. Я его еще пока не тестировала, не пробовала. Но как раз очень удачно, что я его беру в уход на июнь. Так как эти дезодоранты еще в наличии, в продаже есть в этом магазине. В магазине Светофор. И если вдруг он мне понравится, прям безумно понравится, я себе еще закуплю. Ну, либо в запас, либо как минимум возьму с другим ароматом. Пока ничего сказать не могу. Я пока добивая, доканчивая свой дезодорант от Lady Spitz Stick, который купила в фикс-прайсе. Он мне, в принципе, очень даже нравится. Но вот по поводу этого пока ничего сказать не могу. Но надежда все-таки есть. Дальше вам покажу интимку, которая у меня будет на июнь месяц. Она у меня просто перекочевала из месяца в месяц. Это Inso Pre-Bio Sensitive Gel для интимной гигиены. Деликатный уход увлажнений, без отдушек и красителей, без СЛС-парабенов. И здесь немножко, вот здесь написано, указано, что это PH4.0. Я не очень довольна данным средством, если честно. Наверное, прежде всего, потому что оно очень мягкое и оно очень тяжело смывается. И, во-вторых, у него медицинский аромат. Какой-то прям такой очень, очень, наоборот, наверное, не очень приятный запах. Именно какими-то медицинскими препаратами пахнет. Но здесь осталось уже немножко, где-то вот столько, даже получается меньше половины. Поэтому, естественно, я его выбрасывать не буду, так как он никакого дискомфорта, в принципе, никакого раздражения не дает. И пока что-то вроде бы ничего, вроде бы хорошо работает. Но есть у него вот эти определенные минусы, про которые я вам рассказала. И в связи с этими минусами повторять я его точно не буду. Но, естественно, я его добью до конца. Так, дальше давайте поговорим об уходе за ручками. Беру три продукта, так как у меня средства по уходу с руками находятся минимум в трех комнатах. Для спальни я беру вот это средство. Это вообще, конечно, не крем для рук, а лосьон. Парфюмерный лосьон для тела Intense. Это у нас линейка Aven Incanto. Здесь 250 мл было. Потрясающий аромат, потрясающе выглядит. С помпой, что очень удобно. В общем, я вообще влюблена в эту линейку Aven Incanto. Наверное, нет, неправильно. Не в линейку влюблена. Я влюблена в лосьоны для тела. И, естественно, буду повторять. И опять по той причине, что я не использовала вот этот гель для душа, я его хотела как-то по максимуму сохранить. Но понимаю, что срок годности уже заканчивается. И очень долго сейчас сидела и думала, то ли взять его в уход именно за телом, и, ну, судя по всему, что здесь осталось где-то вот столько, мне хватит максимум на два раза, и я с ним распрощаюсь. То ли его растянуть на целый месяц, именно используя как крем для рук. То есть периодически я буду пользоваться именно как кремом для рук, именно перед дном, для того, чтобы наслаждаться этим ароматом, который он издает. Очень люблю линейку и однозначно буду повторять. Это просто моя любовь у Aven. Дальше следующий продукт тоже крем для рук. Покупала я его в фикс-прайсе. Это у нас флоресан. Так, крем для рук и тела. Питательный, с гиалуроновой кислотой и маслом кокоса. Уход и питание обещают. Увлажняет, смягчает, устраняет сухость и шелушение. И, знаете, данный крем у меня прям оставался вот совсем, совсем чуть-чуть, вот стольечко. Но я стала собирать все свои миниатюрки из отелей и гостиниц, все лосьончики и просто все сюда слила. Перемешала его и здесь стало на порядок больше. То есть сейчас его где-то примерно столько. Не получится мне явно закончить его в июне месяца, но ничего страшного, наверное, в этом нет. И, вы знаете, он был очень жирный. Я его добивала, честно говоря, с трудом, потому что он действительно очень жирный по своей консистенции. И нужно ждать время, пока он впитается. То есть он мне не нравился. Просто добивала, чтобы не выкидывать продукты, так как за него все-таки заплачены деньги. А сейчас, смешав и его с всевозможными лосьонами разными, я, видимо, вот эту жирность как-то разбавила, и он стал более легкий, что ли. То есть я ему уже воспользовалась один раз. Я все замешала вчера. И мне очень даже понравился эффект. Поэтому я думаю, что я его буду сейчас добивать уже с большим удовольствием, как минимум. И с лучшим, наверное, с лучшими результатами, чем он сам давал. И последний кремшек для рук, который я беру, это тоже была моя покупочка в магазине FixPrice. Целый наборчик вот таких ярких, потрясающих кремиков. Я беру в данном случае с ароматом грейпфрута. Кстати, я сказала, что этот продукт буду использовать как крем для рук именно в спальне. Этот продукт у меня лежит в кухне. То есть стоит, вернее, в кухне. И пользуюсь я им именно на кухне. А этот у меня будет стоять в кабинете. Бренд называется FarmCos. Я один кремик уже попробовала подобный. И, знаете, очень интересный от него эффект. Так, он закрытый у меня. Он покрывает как будто бы пленочкой. То есть он на вид обычно вот такой вот прозрачненький, белопрозрачный, наверное. И он покрывает как будто бы руки пленочкой, но пленочкой не такой вот неприятной, которую мы обычно чувствуем, а пленочкой приятной. И эта пленка довольно долго держится, и ручки очень комфортно ощущаются. То есть нет желания вот эту пленку как-то снять, стереть, смыть. И я воспользовалась таким кремом только один раз, поэтому пока буду тестировать. Не буду стопроцентно свое мнение говорить, потому что возможно, что, может быть, и как бы ингредиенты отличаются, и здесь уже будет другой эффект. Возможно, вообще, в принципе, другой результат будет, да, когда я уже буду в полноценном использовании брать данный продукт. В общем, пока не буду голословить. На первое применение мне подобные кремики понравились, ну а дальше будем уже смотреть. Дальше скраб для тела я беру от ванных штучек. Этот скраб я покупала в Леруа Мерлен. Для меня стало открытием, что там продаются подобные штуки, и соли для ванн, и скрабики для тела. Я взяла на пробу сахарный, кофейный, шоколадный. Он очень красивый, обращаю ваше внимание, упаковки. При этом он стоит, между прочим, очень-очень бюджетный. Примерно, ну где-то, я не знаю, 150, ну максимум 200 рублей. Очень красивая упаковочка. Сейчас давайте я его открою, покажу, как он выглядит. Вот такой скрабик. Он довольно жесткий. Ну в этом есть, наверное, небольшой минус, потому что его выскребать так проблематично. Немножко за дебаночки. Он под ногти залезает, но скрабирует он просто замечательно. Немножко он, ну совсем немножко он пенится, когда именно в момент скрабирования кожи. Ну очень хорошо, очень легко смывается. Аромат у него просто безумно вкусный. Очень вкусно пахнет. Пахнет кофе и, да, наверное, шоколадом, но химозность какая-то все-таки присутствует. Я не скажу, что этот аромат прям, прям такой-такой натуральный, что хочется его съесть. Но пахнет довольно приятным. И, как вам сказать, нет такого ощущения, что не хочется вдыхать этот аромат. И по, еще раз скажу, если вы любите жесткие скрабы, обратите на него внимание. Он очень-очень классный. Он очень жестко скрабирует. Я брала в предыдущий месяц другой скраб для тела. И он оказался очень мягким, поэтому я его убрала. Даже не стала доиспользоваться. Ну давайте как бы баночку до конца. Убрала его на летний период. Когда будет загар, вот тогда я думаю, что у меня тот скрабик больше подойдет. И взяла как раз-таки на смену вот этот классный скраб с потрясающим ароматом, потрясающей консистенцией и с очень бюджетной ценой. Так, дальше я вам покажу то, что я приготовила себе по уходу за телом. Я продолжаю добивать, продолжаю использовать вот это средство от The Body Shop с ароматом розы. Это баттер с ароматом розы. Остался у меня чуть-чуть. Я его брала, по-моему, как раз в прошлом месяце тоже. Вот совсем буквально чуть-чуть. Я его однозначно по-любому добью за июнь месяц. И у него сроки уже подходят. Уже, наверное, даже месяц как просроченность. Скорее всего. Он всем тогда рассылался, кто работал в Эйвен, представителем. И средство хорошее. Средство хорошее, но так как это баттер, оно действительно очень-очень плотное. И в этом, ну вы знаете, наверное, кому-то плюс, кому-то минус. Я использую именно в вечернее время. То есть, когда душ принимаю вечером, я использую его. И у меня есть время дать возможности впитаться этому средству. Оно очень классно увлажняет, очень хорошо напитывает. Поэтому я, в принципе, этим продуктом очень-очень довольна. И уже из-за срока водности. Поэтому спешу его закончить. Но я всегда в уход беру как плотное средство, которое долго впитывается, но хорошо при этом питает кожу. Так обязательно мне нужны какие-то легкие средства. Если мне нужен душ принять, допустим, утром, и потом убежать. Я нашла вот такой продукт. Нашла у мамы. Я, видимо, его отвозила туда, наверное, зимой, либо осенью, для того, чтобы использовать после бани. И вот случайно обнаружила. Там тоже осталось совсем-совсем немножко. Я потому что активно им пользовалась после бани. И очень хороший продукт. Мне очень понравился. Покупала его, между прочим, тоже в фикс-прайсе. И сейчас таких уже там нет точно. Я давно не видела. Это Дары Россия. Сливки для тела. После загара они называются. А вот, может быть, как раз я и в начале осени его и привезла туда к маме. С травами. И это очень легкая консистенция. Очень приятная консистенция. Аромат, конечно, такой травный. Как вам сказать? Ну, особо удовольствия не приносит. Но и дискомфорта, в принципе, тоже от него я по аромату не чувствую. Он очень легкий. Очень быстро разносится. Очень быстро впитывается. Это его огромный плюс. Поэтому как раз-таки буду чередовать вот эти продукты. То есть в утреннем уходе буду использовать сливки для тела от Дары России. А, соответственно, в вечернем уходе буду использовать вот этот баттер от The Body Shop. И есть у меня еще две малышечки, которыми я тоже на добивание. Это у меня, ну, первый продукт. Это получается Эрбориан. Юза Фьюжн. Это молочко для тела. 40 мл здесь. Осталось здесь половинка. Я уже один раз воспользовалась. Осталось половинка. По срокам годности уже продукт подходит к концу. Надо его использовать. И второй такой же продукт. Здесь тоже половинка. Им, по-моему, пользовалась дочка. В прошлом году она брала на море. Но она подобные средства не очень любит. Поэтому она его даже не использовала. Хотя здесь объемчик такой очень-очень небольшой. Не вижу я сколько здесь. Но я думаю, наверное, тоже мл. Нет, чуть побольше. Наверное, мл. 50. И здесь тоже осталась половинка. И он тоже довольно легкий. Очень быстро впитывается. Кстати, у этого продукта вообще потрясающий аромат. Цитрусовый аромат. Очень-очень классный. Очень яркий. И на коже он тоже долго держится. Мне очень понравился от Эрбори. Вот это вот молочко для тела. А поэтому пока ничего сказать такого не могу. Потому что знаю, что аромат нейтральный. Но при этом я не знаю, как он впитывается. Не знаю, как он будет по консистенции. И, в принципе, наверное, невозможно будет сейчас что-то выдавить. Да, в принципе, даже если я выдавлю, я просто не пойму с первого применения на руке, насколько он классно увлажняет, питает кожу, насколько он быстро впитывается. Но я их беру в уход, и они у меня тоже, получается, добьются. То есть я, в принципе, такую задачу себе ставлю. Этот продукт остался чуть-чуть, этот продукт остался чуть-чуть. И здесь, соответственно, тоже по чуть-чуть, по половиночке. Я так предполагаю, что все четыре продукта у меня должны за июнь кончиться. И тогда я возьму сразу два или три новеньких продукта уже в июле месяце. Ну и остались у меня ножки. Для ножек беру вот такой спрей для ног Таймурова от запаха и пота. Я покупала его, по-моему, в прошлом году, но так толком и не использовала. 150 мл здесь. Он нам обещает антибактериальные компоненты в составе, устранять избыточную потливость ног и препятствовать появлению неприятного запаха. Наносить его нужно один или несколько раз в день на чистую кожу ног. В общем, посмотрю. Не знаю, насколько я его вообще удачно беру именно в лето, потому что сейчас будут одни сплошные босоножки и ножки-то, наверное, потеть не будут. Но надо, наверное, все-таки проэкспериментировать, протестировать. Вот с кроссовками, скорее всего, да, с какой-то закрытой обе я буду его использовать. Пока ничего сказать не могу, потому что пробовала, по-моему, но уже вообще не помню, насколько мне понравился, либо нет. И в качестве крема для ног, увлажняющего крема для ног, я беру вот такой вот фиберлик. Моя недавняя новиночка совсем-совсем буквально вот прям в последнем каталоге его себе приобрела. А это линейка Happy Steps, и это крем для ног снятия усталости. Очень красивая упаковка. Вообще обожаю всю эту линейку, чисто визуально. Не пробовала, представляете, ни крем для рук, ни крем для ног из этой линейки. Но визуально я их все очень люблю, потому что они потрясающе классно сделаны. И вообще очень классно все это придумано. Так, что у нас здесь? Так, освежающая мята. Главный герой выходит за твоими ножками. Привет, я свежая мята. Сегодня ты много гуляла, и я точно знаю, что тебе нужна моя помощь. Я сниму усталость ног и наполню твою походку легкостью. Гарантирую комфорт каждому твоему шагу. Я именно этот крем выбрала по той причине, что, во-первых, лето. И, ну, я думаю, это максимально приятно, какое-то охлаждение получать именно в летний период. И так как здесь есть мята, я думаю, что это охлаждение как раз-таки и будет. Какая-то свежесть чувствоваться на коже, вот этот холодочек. Я думаю, что крем сработает на ура. По крайней мере, надеюсь на это. И так как я очень часто сейчас бываю на даче и очень много там работаю, так как купили мы такой, ну, можно сказать, заброшенный участок, где очень много лет не обрабатывалась земля, и очень много сил нужно вложить для того, чтобы сделать дачу, наверное, своей мечты. Кстати, у меня есть влоговый канал. Если вам эта тема вся интересна, то проходите по ссылочке внизу. И вот здесь тоже где-нибудь, я вставлю ссылочку. Проходите, подписывайтесь, буду вас там ждать. А, кстати, давайте сразу скажу, что у меня еще есть книжный канал, тоже ссылочку оставлю. Если кому интересна уже эта тематика, то тоже вас буду там ждать. И я как раз очень часто сейчас приезжаю домой с дачи с очень усталыми ножками и сразу бегу в душ. И после душа вот очень хочется, чтобы был какой-то охлаждающий эффект, потому что ноги в действительности устают, потому что приходится работать очень-очень много на этом заброшенном участке. И по этой причине выбрала крем для ног, еще раз повторюсь, именно с мятой. Я думаю, что он будет мне давать вот этот эффект охлаждения, наверное, эффект свежести. Ну что, вот такой у меня получился уход за волосами, за телом. Довольно, опять, очень классный, очень разнообразный. И очень интересный, как мне кажется. Очень много новых продуктов. Мне самой, в принципе, неинтересно использовать одни и те же продукты из месяца в месяц, я думаю, вам это тоже было бы неинтересно смотреть. Да и у меня так и, наверное, не получается. Есть продукты, которые я, конечно, чередую для того, чтобы немножко разнообразить свой уход. Но больше масса продуктов у меня заканчивается, и, соответственно, мне приходится брать новые вместе с вами, рассматривать все эти баночки, изучать, надеяться, что они хорошо сработают. И потом мы с вами опять-таки встретимся в пустых баночках, когда мы будем обсуждать все эти самые продукты, которые у меня закончились. В любом случае, я очень надеюсь, что видео вам было полезным и интересным. Если так, то не забывайте поставить пальчик вверх. Не забывайте подписаться на мои другие два канала. Ссылочки будут внизу, напомню. Я буду очень рада вас там видеть. Ну и, конечно, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал. Впереди еще будет очень много всего интересного. И, скорее всего, в ближайшее время будут еще какие-то конкурсы. Я очень люблю устраивать конкурсы. Это прям моя такая слабость. Мне очень нравится, когда у меня есть продукты. Да, возможно, лишние продукты, так как я блогер, я очень много что покупаю. И если есть продукты в большом количестве, которыми я могу поделиться, почему бы это не сделать, и знаю, что это принесет другому человеку радость. Так что я думаю, что конкурсы не за горами. Поэтому по-любому просто подпишитесь, потому что впереди будет очень много всего классного и интересного. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И всем пока-пока.